Игромания дает Отвинта. Крупнейший компьютерный игровой журнал страны и мультиплатформенное приложение Видеомания дарят вам легендарную передачу Отвинта, полностью отреставрированную, с полным боекомплектом шуток и обзоров известнейших игр прошлого века. Всего было выпущено 136 эпизодов передачи Отвинта, и вы увидите их все. В каком порядке, известно только нам. Наслаждайтесь! В конец нашего мире предназначилась в лета, Начинается в мире передача Отвинта. Отвинта! Вот так! Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гамовер, а это Бонус, и в эфире программа Отвинта. Мы получили от вас огромное количество писем с просьбой повторить ту или иную игру. Что мы можем сказать? К сожалению, ничего не получится. Время повторов еще не настало. Вот если бы лет через пятьдесят... Вот. Теперь, кажется, в самый раз. А вы помните старые добрые двухтысячные? Это же какие были люди! Какая была... А какая была жизнь? Какие были... Ой, а какая была музыка? Какие были... Какие пелись песни? Какие были компьютерные игры? Вы помните, как мы о них рассказывали? Вы помните? Нет, не помню. Я тоже не помню. В Москве пользуется популярностью игра под названием «Меддак МакКри». Бешеный пёс МакКри. Сделанная с применением интерактивной графики. Звучит национальная музыка. Незнакомец. Здравствуйте, дезнакомец. Нам нужна ваша помощь. Вата бешеного пса захватила весь город и взяла в заложники дочь мэра. Вот ещё что. Я убью тебя. Стреляют. Все персонажи игры реальные, живые люди, снятые на киноплёнку. Игра очень сильно напоминает Вестеру с той разницей, что вы в силах вмешиваться в сюжет и менять его по своему произволу. Бешеный пёс – типичный боевик-экшен. И даже самым большим любителям пострелять будет не так легко справиться со стариной МакКри его ребятами. Звучит национальная музыка. Будь осторожнее здесь, ребята, бешеного пса. Эй, ты, тебе нужны мои ключи. Я не дам их тебе, потому что ты пройдёшь вызволять шерифа из тюрьмы. Стреляет. Напомним, что для игры необходим как минимум 486-й процессор и хорошая саундкарта. Да! Самым опасным человеком в городе является бешеный пёс. С ним вы встретитесь в самом конце игры. К тому времени до него уже дойдут слухи о ваших подвигах, освобождении шерифа, освобождении заложников, пресечении попытки ограбления банка и так далее. И он будет, мягко говоря, не в духе. Поединки проходят по традиционным ковбойским правилам. Вы не можете выстрелить до тех пор, пока уж противник не достанет револьвер из ковбуры. Там ещё дофига внутри. Ограбление банка. Будьте осторожны и стреляйте только наверняка. Дело в том, что бандиты захватили кассиршу Деллу Смит и держат её в качестве заложницы. Вот, кстати, и она. Убивать её не следует ни в коем случае, как бы лично вы к ней не относились. За это вы сразу признаётесь проигравшим. Кстати, деньги находятся в сейфе слева. Прежде чем отправиться к Макры, вам нужно потренироваться с бутылочкой. Посмотрим, какой из тебя стрелок не знакомится. Выстреливай в эту бутылку. Неплохо. Выстреливай в эту бутылку. Посмотрим, какой из тебя стрелок не знакомится. Выстреливай в эту бутылку. Неплохо. Выстреливай в эту бутылку. Неплохо. Выстреливай в эту бутылку. Неплохо, выстрелит Ха-ха, теперь пойди и поймай бешеного пса А это сам бешеный пёс, он практически неуязвим Единственное у него слабое место, естественно, голова И целиться надо именно туда, и мы желаем вам удачи Вы спаседы, вы все спаседы, слава богу, спасибо и вам Спасибо, спасибо Стреляют Чую недоброе, приезжай еще, дезнакомец Звучит национальная музыка Сюжет игры достаточно традиционный для готических романов Вы оказываетесь в огромном особняке, населенном привидениями Однако должен сразу предупредить, что сколь отважны бы вы не были Вам не удастся пройти десяти шагов по заколдованному дому Если вы прежде не возьмете на себя труд ознакомиться со специальным файлом в программе Где содержатся все подсказки, разгадки и некоторые загадки Подбирая разбросанные там и сям предметы Вы сможете существенно пополнить свой арсенал, что вам очень пригодится Зловредные призраки, такие, например, как эти гарпии В большинстве своем погибают от каких-то пустяковых причин Этим достаточно лишь взглянуть на себя в зеркало, и они умирают Ну, в общем, я их понимаю Это зомби, которые собрались на свою мрачную вечеринку Жаль только, что вас они воспринимают лишь в качестве своего дежурного блюда Смотри, сабля сломалась Надо кинуть в него матрешкой Известная скульптура Девушка с веслом Только без весла Охраняется пауками мертвая голова Одноногий моряк Дарби МакГроу Вооружен прекрасным клинком дамасской стали Еще при жизни он слыл непобедимым бойцом А теперь его мятежный дух осужден вечно охранять эти мрачные чертоки Герои игры следует пройти все этажи этого гостеприимного дома и уничтожить корень зла В сущности, это даже не корень, а целое дерево И растет оно в подвале, поближе к грунтовым водам Да, мало кому из гостей удается покинуть это здание Мы посмотрим игру Mortal Kombat Смертельная схватка Mortal Kombat Смертельная схватка А также подведем итоги нашего конкурса, который называется Лучшие игроки в Mortal Kombat О популярности смертельной схватки свидетельствует то обстоятельство, что версии этой игры встречаются практически во всех игровых приставках и компьютерах Кстати, нам причины такой популярности не совсем ясны Может быть мы что-то поймем после просмотра? Однажды некий маг по имени Шан Цун решил собрать на своем острове лучших мастеров восточных единоборств и устроить грандиозный турнир Правила поединков очень простые и приятные, можно пользоваться всем, кроме тяжелой артиллерии и авиации Из-за кровавых сцен игра Блаз запрещена в ряде стран Или выходила высеченная версия, где персонажам были внушены некоторые принципы гуманизма Выглядело это примерно так Когда вы хотели воспользоваться клавишей добивания, получалось теплое рукопожатие или даже братские объятия Победитель турнира объявляется великим мастером и попадает в зал славы рок-н-ролла Но добиться этого непросто Мало того, что все участники соревнований головорезы хоть куда Но если вы и победите их, то вам придется вступить в схватку с неким Гора Бойцом, имеющим несколько рук, как Будда, и прическу конский хвост, как Стивен Сигал Сами понимаете, что подобная комбинация делает его смертоноснее смертоносного Однако, даже если Гора и был не в форме, и вы его одолели, то не спешите радоваться На татаме выйдет сам Шан Цун Он старичок очень бойкий, а главное опытный Победить его не просто невозможно, а очень невозможно Что касается участников турнира, то они прибыли сюда, руководствуясь разными причинами Соня Блейк, сержант американских командос Попала на турнир, преследуя Кана, бандита из клана Черный Дракон Очень коварен и кровожаден В левом рукаве прячет пять тузов, а в правом у него спрятаны метательные ножи А это Райден, бог грома, прикинувшийся человеком специально для этого случая Характер нардический и твердый ПОСУЛЬНИЙ ПОСУЛЬФОВ МОЕВАНЮ ПОСУЛЬФОВ ПОСУЛЬФОВ МОЕВАНТЕ Вот видите, в какой компании вам придется вращаться. Удачи на татами. Как мы и обещали, сегодня мы представим вам победителей конкурса Mortal Kombat. Вот они, наши победители. Первое место заняла девочка Маша. Второе место досталось десятикласснику Сереже. А вот третий участник нам пока не представился. Надеюсь, что он сможет сделать это попозже. Скажи, пожалуйста, Маша, чем ты пользуешься, когда играешь в Mortal Kombat? Нет, я пользуюсь клавиатурой, джойстиком и вот этим. Скажи, Сережа, что дала тебе игра Mortal Kombat? Сережа говорит, что до того, как он начал играть в эту игру, он был очень хилым мальчиком, и его все обижали. А теперь он имеет разряд по боксу и поднимает одной рукой 70 килограмм. И все это дал ему Mortal Kombat. Ну вот и все на сегодня. Переходим к одному процедуру. Гейм, как говорится, оба. В смысле... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова